Приветствую вас, друзья мои! Прежде чем мы начнем нашу прогулку по вилле Адриана, хочу рассказать вам немного о самом императоре Адриане, который правил империей 20 лет и 11 месяцев, и умер он в 62 года. Адриан был третьим из так называемых пяти хороших императоров. Адриан родился в Италии в 76 году. Его отец умер, когда мальчику было всего 10 лет, а потом и мать умерла. По отцовской линии был дальний родственник Троян, который усыновил мальчика, стал для него наставником, учителем и отцом. От Трояна он научился военному искусству, следуя за ним в Первой и Второй войнах с даками. И в последнюю он был настолько известен, что заслужил кольцо, которое Троян получил от Нервы в день его усыновления. Троян был усыновлен императором Нерва. После смерти Нервы Троян стал императором. После смерти Трояна императором стал Адриан. Так вот, при усыновлении Трояна Нерва подарил ему кольцо, а потом Троян подарил это кольцо Адриану. Адриан прожил 62 года. Он был высокого роста, крепкого телосложения и отличной физической формы. У него были вьющиеся волосы и густая борода, чтобы скрыть шрам на подбородке. А может быть, он отпустил бороду, следуя греческому обычаю. В Римской империи считалось бритое лицо и короткая стрижка – одним из признаков цивилизованности. Эти ухоженные люди были видны из толпы простого народа. Но конец этой традиции положил император Адриан, который стал носить бороду. В Древней Греции борода была предметом гордости, она символизировала мудрость. Адриан любил путешествовать, любил поохотиться, обладал потрясающей памятью и был очень приветлив и приятен в разговоре. За 20 лет правления Адриана появилось очень много его бюстов и статуй, благодаря которым мы в полной мере можем представить императора. Общее их количество насчитывается более 150. Чтобы понять, много это или мало, для примера приведу другие цифры. Например, бюстов и скульптур Трояна насчитывается 130 и 135 септимия севера. У первого же императора Августа их насчитывается 200. Говорят, что император Адриан носил даже кольцо со своим изображением. Адриан был не только хорошим воином, но он был большим любителем музыки, живописи, архитектуры и философии. Когда Аполлодор Дамаский строил форум Трояна для того, чтобы отпраздновать триумф и победу Трояна, между Адрианом и Аполлодором пробежала искра. Когда Троян обсуждался с Аполлодором проекты новых зданий, он не замечал Адриана и говорил ему «Иди раскрась тыквы, раз ты ничего не понимаешь в этих вещах». Став императором, Адриан вспомнил оскорбление. Мы мало что знаем о судьбе Аполлодора Дамасского, но имя Аполлодора останется навсегда в памяти благодаря его грандиозным проектам в Риме. Это пантеон и форум Трояна. После смерти императора Трояна Аполлодор перешел работать к императору Адриану. Аполлодор часто критиковал проекты Адриана, он замечал в проектах неправильные пропорции. Это храм Венеры и Ромы. Храм был возведен в том месте, где находился золотой дом Нерона. Остатки золотого дома Нерона послужили фундаментом. Сегодня же мы видим остатки от храма, который построил император Адриан. Они находятся напротив Колизея. На месте храма первоначально стояла огромная бронзовая статуя Нерона, высота которой была 35 метров. Когда Адриан решил построить храм, ему пришлось передвинуть статую ближе к Колизею. 24 слона тащили эту огромную статую. В центре храма находились две полукруглые ниши во всю высоту храма, и в каждой из них друг другу спиной сидели богини. Венера сидела лицом в сторону Колизея, а богиня римского государства Рома сидела лицом в сторону Капитолия. Когда Аполлодор увидел скульптуры и пространство, где должны были находиться скульптуры, воскликнул, теперь если боги захотят встать и выйти на улицу, они не смогут этого сделать. Несмотря ни на что, Адриан был замечательным архитектором, и мы можем в этом убедиться. Вилла Адриана – самая большая и богатая из вилл Римской империи. Наверное, частично Адриан был вдохновлен золотым домом Нерона, грандиозным дворцом, который был разрушен, и на его месте сейчас находится Колизей. А частично черпал вдохновение из своих длительных путешествий. Вилла Адриана представляет собой комплекс из более чем 30 зданий на площади 1 квадратный километр, где еще много предстоит раскопать, и работы до сих пор продолжаются. Проект виллы Адриана приписывают самому императору Адриану. Судить о грандиозности виллы можно даже потому, что мы видим. Здесь надо не просто смотреть, надо почувствовать это величие. Чтобы обойти всю виллу, мне понадобилось более трех часов. Хотелось зайти в руины каждого здания, найти хоть какой-то след от внутреннего убранства и почувствовать монументальность и размах виллы. На вилле были дворцы, несколько бань, театры, храмы, библиотеки, жилые кварталы для гостей, рабов и придворных. И все это украшало огромное количество скульптур. В основном римские копии из греческих оригиналов, но очень высокого качества. Адриан был страстным поклонником архитектуры и лично занимался проектом. Конечно, он работал с какими-то архитекторами, но требовал, чтобы все проекты были представлены ему. Он выбрал место для новой резиденции недалеко от Рима, у подножья Тибуртинских гор. Неподалеку находятся карьеры, откуда с древних времен и по сегодняшний день добывают строительный материал, такой как травертин и туф. И эти карьеры по добыче строительного материала до сих пор существуют и работают. Когда будете проезжать на автобусе, их очень хорошо видно. После смерти Адриана в 138 году вилла использовалась до III века, о чем свидетельствуют штампы на кирпичах, но постепенно была заброшена. В средние века эта территория использовалась как карьер по добыче ценных строительных материалов. Отсюда вывозили мрамор, мозаику и украшения. Благодаря Пиру Легорио, который был архитектором виллы Десты, он параллельно проводил раскопки на вилле Адриана, чтобы найти предметы и мрамор, которыми можно было украсить виллу Десты. И когда я показывала фонтан, посвященный Риму на вилле Десты, там были элементы, привезенные именно с виллы Адриана. Кто-то из вас даже заметил и написал комментарий, что эти украшения фонтана более раннего происхождения. Вы были совершенно правы. С XVI по XIX век число желающих проводить раскопки на территории виллы увеличилось. Более 300 найденных здесь скульптур были разобраны по частным коллекциям и музеям всей Европы. На вилле Адриана были найдены кентавры, которые сейчас находятся в Капитолийском музее. Давайте на минутку задержимся в музее. Я специально зашла сюда, чтобы снять этот маленький кусочек видео и показать вам статуи, которые были найдены на вилле Адриана. В соседнем зале находится красный фавн, изображенный в виде Диониса, бога вина. Эта статуя была тоже найдена на вилле Адриана. Здесь же была найдена статуя Антиноя. Ее сейчас называют Капитолийский Антиной, потому что она находится в Капитолийских музеях. Когда скульптуру обнаружили, она была такая прекрасная, что археологи сразу же поняли, что нашли скульптуру Антиноя – любовника древнеримского императора. Путешествуя по миру, мы часто можем встретить произведение искусства, изображающее мальчика божественной красоты по имени Антиной. Ему судьба подарила встречу с римским императором Адрианом. Вот уже почти две тысячи лет мы любуемся этой красотой. В сорок с небольшим лет Адриан впервые встретил молодого Антиноя. Тогда мальчику было всего 13 лет. Между ними вспыхнула любовь с первого взгляда. Да такая любовь, что история о ней дошла и до наших дней. А в искусстве мы до сих пор любуемся моделью красоты, созданной в начале нашей эры и дошедшей до наших дней. Император очень любил путешествовать. И во время одного из своих путешествий Адриан впервые увидел этого молодого человека. Нежная кожа, вьющиеся волосы и взгляд. Даже глядя на скульптуру, можно увидеть этот божественный взгляд, спокойный и задумчивый. Может быть, это и покорило императора Адриана? Мы не знаем, из какой семьи был Антиной, было ли у него образование, но мы знаем, что однажды, представленный при дворе Адриана, Антиной был немедленно доставлен в Италию, якобы для учебы, и до конца своих дней оставался под покровительством Адриана. Антиной получил наилучшее образование у самых известных мастеров императорского двора. Отношения между ними были сначала платоническими, а потом перешли в интимные. Повзрослевший Антиной стал сопровождать Адриана во время его путешествий. Осенью 130 года Адриан и Антиной отправляются в путешествие в Египет, на загадочную землю фараонов. Согласно всем источникам, именно в этом путешествии Антиной умирает. Кто-то склоняется к несчастному случаю, возможно, Антиной был пьян и просто упал в воду, но не отвергается и версия, что Антиной был убит. Если бы Антиной не был убит, то, следовательно, мог бы зайти на императорский престол после смерти императора Адриана. И, как всегда, были люди, которые не хотели, чтобы этот мальчик, который появился из ниоткуда, мог стать императором. Так сказать, политическая игра могла быть причиной смерти Антиной. Но на этом история не заканчивается. Есть еще одна гипотеза, и даже более увлекательная, чем первая. Согласно этой версии, Антиной покончил с собой, своего рода ритуальное самоубийство. Однажды Антиной пошел к колдунье, чтобы узнать про судьбу и будущее Адрианы, человека, которому он был всем обязан. Но колдунья сказала, что у императора большие проблемы со здоровьем. И в этот момент у Антиной созрело желание пожертвовать своей жизнью ради продления жизни Адриана. Был совершен обряд в честь правителя возрождения, и Антиной принес себя в жертву богам. Антиной утонул. Адриан был сильно потрясен безвременной кончиной своего возлюбленного. Печали боли хватили императора. И Адриан его обожествил. Мальчика, юношу, про которого никто ничего не знал. Не знали про его детство, не знали про его семью. Просто мальчик стал божеством. Это вызвало скандал в Риме. Император не жалел средств на пропаганду культа нового бога. Поэтому и сегодня фигуру Антиной можно увидеть в музеях мира. Это были тысячи и тысячи статуй скульптур, которые украшали здания и улицы Римской империи. Вы только представьте, по количеству изображений, дошедших до наших дней, Антиной занимает третье место после Октавиана Августа и самого Адриана. Его лицо стало узнаваемым. Это место на вилле называется Канопо. И рассказ об Антиной я начала здесь не случайно. Канопы был город в Древнем Египте. Он славился храмом Сераписа. Именно там император провел самое счастливое время в своей жизни с Антиной. После того, как Антиной утонул, Адриан в память о своем возлюбленном приказал воздвигнуть на своей вилле храм Сераписа Антиной. Их история любви вошла в историю. Красоту этого места трудно передать на видео. Здесь надо гулять, дышать свежим воздухом и любоваться красотой, которая дошла до наших дней. Это остатки от храма Сераписа Антиной. Узкий водоем служил воспоминаниям о знаменитом канале, разделявшем в Египте два города – Александрию и Канопы. Этим местом Адриан, очевидно, хотел увековечить память своего утонувшего возлюбленного. Канопу использовался не только как святилище, храм, но и место для отдыха в летнее время. Здесь проводили пиры на открытом воздухе и спектакли. На территории виллы находится небольшой музей. В нем размещены оригинальные экспонаты, которые были найдены здесь. Все скульптуры, которые были вдоль водоема – копии. Другие 300 шедевров, которые были найдены на территории виллы Адриана, находятся в разных музеях мира. Среди экспонатов мы можем встретить орнаменты, колонны, скульптуры. Я ездила на виллу Адриана в начале лета. И все это время думала, как бы преподнести материал так, чтобы было интересно. И вы не выключили видео на первых минутах. Видеоматериал я сняла большой и подробный, почти о всех сохранившихся руинах виллы. Показывать их и называть, что это было, было бы скучно. Это надо самим пройти и почувствовать. И я решила сократить видео до минимума и рассказать вам о более сохранившейся части виллы. Поверьте, провести день на вилле – это одно удовольствие. Она очень ухоженная и зеленая. На ней растут оливковые деревья, дубы. Можно взять с собой панини и пообедать, лежа на траве. Но, как правило, у туристов всегда мало времени. И на эту виллу или вообще не приезжают, или приезжают в Тиволи, чтобы посетить виллу Десте, а потом на виллу Адриана уже не хватает ни времени, ни сил. И по ней, в лучшем случае, пробегают бегом. Добраться до виллы Адриана можно на автобусе. Для этого необходимо доехать на метро Би до станции Понте-Мамало. Выходите из метро, и здесь же на площади остановка автобуса в Которл. Есть два автобуса, которые идут в Тиволи. Один автобус проходит по веопринестино, и остановка будет рядом с виллой Адриана. Вам придется пройти только 300 метров. Второй автобус будет проходить по веопринестино, и остановка будет приблизительно в одном километре от виллы. Но там будут указатели, которые приведут вас к вилле. В любом случае, на какой бы вы автобус не сели, оба автобуса будут проходить возле виллы Адриана. Время в пути 40 минут. С 8 до 10 часов автобусы ходят каждые 15 минут. После 10 часов каждые 30 минут. Это гостиные комнаты. Широкий коридор. Справа и слева находились небольшие комнаты, предназначенные для сна. В каждой комнате стояло по три кровати. Было 10 комнат. Пол украшен великолепной черно-белой мозаикой с геометрическими и цветными орнаментами. Заметьте, что в каждой комнате мозаика разная. Стены были расписаны фресками. Здание было двухэтажное, но от второго этажа ничего не сохранилось. Археологи предполагают, что такой вид мозаики, который находится в помещении, предназначался для персонала среднего звена, которые всегда находились рядом с императором. В этом двухэтажном здании также было два туалета, в каждой из которых вмещалось по 15 человек. Это здание было построено в 125 году н.э. um., чтобы человек были изготовлены нескольким. Ваше пов posts extras thinner. Ваше повис сопер и99, Субтитры создавал DimaTorzok Это так называемая секретная комната или маленький дворец Адриана, где он любил находиться один. В своих мемуарах Адриан писал, что он уходил туда во время сиесты, чтобы спать, думать и читать. Адриан переходил на остров по передвижному мосту, после чего он поднимал мост. И опустить мост мог только сам Адриан, и поэтому его никто не беспокоил во время отдыха. Сегодня два моста соединены из каменной кладки. Находясь сегодня на территории Морского театра, я присела в одиночестве и ощутила ту звенящую тишину, которую когда-то слушал Адриан. И на самом деле это место заставляет думать, вспоминать, мечтать. И в воображении у меня сейчас рисуются картинки, как в начале века здесь мог уединяться самый могущественный человек эпохи. А в 21 веке сижу здесь я, человек, который любит Рим и его историю. И мне так хочется поделиться этой любовью с вами, дорогие мои друзья. Надеюсь, и это видео получилось интересным и полезным. Мне всегда хочется в моих маленьких фильмах как можно больше передать атмосферу мест, которые я вам показываю. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А я на этом буду прощаться с вами. До новых встреч, друзья мои! Субтитры сделал DimaTorzok